Добрый день! Сегодня я расскажу анекдот на легком иврите. Сначала мы прочитаем текст, потом я переведу его на русский язык. Анекдот основан на стереотипе. Якобы выходцы из Ирана, они люди, скажем так, очень экономичные. Читаем текст. Хברים в работе хотим делать месиба. Мароккайи אומר, «Ани меби салатин». Грузини אומר, «Ани меби шишלק». Руси אומר, «Ани меби водка». Парси омер, «Ани меби ахшили». Перевод. Товарищи по работе хотят сделать вечеринку, провести вечеринку. Марокканец, то есть выходец из Марокко, говорит, «Я приношу салаты». Грузин, то есть выходец из Георгии, из Грузии, говорит, «Я приношу шашлык». Русский, то есть выходец из России или из Советского Союза, любой русскоязычный в Израиле, его могут назвать Руси, русский. Русский говорит, «Я приношу водку». И перс, иранец, да, здесь парси, от слова парас, древнее название Ирана, иранец говорит, «Я привожу брата моего». Обратите внимание, в иврите слово «меби» мы можем перевести, как «приношу», «привожу», «притаскиваю». То есть неважно, каким способом я что-то или кого-то доставляю на место. Поэтому в анекдоте есть некоторая такая игра слов, по-русски мы это не чувствуем в переводе. «Приношу» и «привожу» – это одно и то же слово. В иврите «меби». Я надеюсь, это было не сложно и может быть даже смешно. Подписывайтесь на мой канал. Так как вы на начальном уровне, я рекомендую вам купить русский русско-евритский доступный словарь, который поможет вам в том числе и даже на среднем уровне практика показывает. И также разговорники издательства «Ахаз». Вы можете обращаться ко мне по электронной почте. Информация о книгах и о ценах находится в видео по ссылке под данным материалом. Там же будет ссылка на каталог, по которому вы сможете разобраться в обилии материалов на канале. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.